В Казахстане задумались над тем, как взять под контроль искусственный интеллект. Сегодня прошло одно из первых масштабных обсуждений того, кто должен отвечать за вред, который могут нанести нейросети. Ученые, правоведы и чиновники попытались понять, что же такое искусственный интеллект с юридической точки зрения. Евгений Дубинский о том, как обсуждают нейросети в мире и у нас. Так бастовали голливудские сценаристы против искусственного интеллекта в прошлом году. Эта забастовка стала самой массовой за полвека. Помимо прочего, они требовали гарантии, что их работу в ближайшем будущем не отберет искусственный интеллект. Один из самых известных бизнесменов мира Илон Маск призвал и вовсе приостановить разработку нейросетей. Во всем мире всерьез задумались об опасности искусственного интеллекта. Тем временем в Казахстане масштаб проблемы еще не так очевиден, но и у нас он незаметно меняет привычное течение жизни. В одном из столичных вузов не против, чтобы их студенты пользовались искусственным интеллектом, но в разумных пределах. Если одна пятая научная работа сделана при помощи нейросетей, то студент получает неуд. Говорят, что если приглядеться, то все же видно, что здесь поработала машина, а не человек. Мы не можем быть оторванными от реальности. Конечно, ребята используют искусственный интеллект в своих работах. Начитать какие-то, скажем, фрагменты интервью, синхронами мы это называем. Или, может быть, сделать раскадровку определенных текстов. Это то, что помогает и студентам, и преподавателям, в принципе, облегчить вот эти самые операционные процессы. Но это не значит, что искусственный интеллект должен замещать именно мыслительный процесс. Задумались об искусственном интеллекте и наши юристы. Сегодня прошла одна из первых конференций на тему того, как законодательно регулировать эту сферу. В Европе цифровой кодекс уже приняли, и сейчас этот опыт изучают, чтобы внедрить у нас. Специалисты рассказывают, что нейросети должны служить человеку только во благо, а не во вред. К примеру, кто будет отвечать, если автопилот совершит аварию? Водитель, разработчик или сам искусственный интеллект? Где-то, к слову, его признали правосубъектным. Есть государство, есть юридическое лицо, есть физическое. И появляется электронная личность. Об этом уже не фантасты обсуждают, уже юристы. В некоторых странах уже регистрировался в государственных органах брак между человеком и роботом. Причем робот был идентифицирован как субъект, в одном случае, женского пола, в другом, как субъект мужского пола. Есть и более ощутимые изменения. Компания «Амазон» в прошлом году уволила тысячи сотрудников, передав их обязанности искусственному разуму. Его уже начали применять даже во врачебной практике, производстве и журналистике. Это изображение было сгенерировано нейросетью. С картинками искусственный интеллект научился работать особенно удачно. Уже сейчас по одному текстовому запросу можно создать видео, которое не отличается от реального. Запустили даже полноценный новостной канал, где ведущие полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Так что вопрос о том, насколько эта технология благо или зло, действительно нуждается в глубоком изучении. Евгений Дубинский, Анна Абрамова, Альмир Амиров, Ассалхан Саминбетов, Столичное бюро, КТК. Продолжение следует...